Светлана Николаевна, подскажите, если принимаю левит, где йода 150, во втором триместре, достаточно ли этого? Надо ли добавлять до 200-250? ТТГ в первом триместре был 0,67. Спасибо. Вы левите, да, йода 150. Оптимальной считается доза йода, поступающего в организм, 200-250. Вы левите 150, но имеется в виду, что хоть какой-то йод поступает извне, тоже с продуктами питания, с ядированной солью, с морепродуктами, например. И вот эта цифра ТТГ в первом триместре 0,67, она достаточно маленькая. Это норма для первого триместра, и для второго тоже норма. Но это обозначает, что функция щитовидной железы достаточно активная. И мы, да, вот в первом триместре, может быть, а сейчас получается второй, да, в первом триместре, может быть, там и не нужно было больше, а во втором тогда мы смотрим, да, мы можем посмотреть ТТГ, какой сейчас во втором триместре, да, и сориентироваться. А какой-то сильной разницы, да, там будет это 150 или 250, да, там нет, потому что верхняя граница по йоду, она может быть достаточно большая в смысле поступления йода. Да, например, у людей, там, например, у японцев, они с воздухом вдыхают около 1000 микрограмм йода в день. И, да, как бы это не вызывает у них какой-то избыток, передоз, да, вот этому йоду. Вот, поэтому, да, смотрим, стараемся не, допустим, не давать йод, когда идёт гиперфункция щитовидной железы, да, то есть когда слишком сильно она работает, и препараты йода могут немножко подстимулировать её работу. Вот, то есть смотрим индивидуально, да, если добавляется, то там, допустим, 100 миллиграмм до 250, это в составе отдельных, они вот калий, йодит, йодомарин, да, там другие тоже препараты, они есть, как, есть там 200, есть 100, да, там мы при необходимости можем давать 100. То есть надо решать индивидуально, смотреть, возможно, ТТГ вот во втором триместре и оценивать тогда, да, вот необходимость добавления йода. Лучше, то есть никакой не будет, да, там, беды, если вы продолжите левит в такой же дозе, это, да, вот максимально такой адаптированный, ну, любые поливитамины, которые для беременности, вот основные, основных ферм, они максимально адаптированы для беременности, они безопасны, да, то есть и той дозы, которая есть, 150, её, в принципе, тоже достаточно. Лучше, если вы будете получать вот эти витамины, микро, микро, макроэлементы с едой, если это будут, да, какая-то морская рыбка, какие-то, да, там, кто, кто может, любит морские водоросли, вот эти салаты есть, вот, это будет очень хорошо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова